приватизировать важные государственные предприятия за бесценок. И каждый раз это достаточно сложная история и сложная ситуация с множеством заинтересованных сторон. Я вот хотел бы предоставить слово руководителю проекта ОНФ за честные закупки Анастасии Муталенко. Владимир Владимирович, здравствуйте. Анастасия Муталенко, руководитель проекта за честные закупки. Сегодня я хотела бы обратить ваше внимание на такую важную проблему, как приватизация государственного имущества. Вы помните, в прошлом году мы неоднократно к вам обращались с яркими примерами того, как за копейки в регионах распространяется государственное имущество. Тогда мы все наши инициативы направили в правительство, но, к сожалению, сегодня никаких изменений нет. И до тех пор, пока поправки в 178-й федеральный закон не будут приняты, мы будем продолжать фиксировать случай неэффективной приватизации в регионах. Один из последних ярчайших примеров – это, конечно, приватизация Вологодского молочного завода. Это предприятие выставили на торги за смешную по отношению к заводу цену 1 миллиард рублей. Предприятие было выставлено на торги в начале 2015 года. На медиафоруме в прошлом году к вам обратилась журналистка из Вологды и попросила как-то повлиять на эту ситуацию. Тогда, спасибо вам огромное, удалось остановить и отменить торги. Вы тогда дали поручение счетной палате провести проверку. В течение года эта проверка прошла, и самое интересное, что счетная палата не обнаружила финансовых причин для приватизации этого государственного завода. Более того, счетная палата подтвердила выводы активистов Народного фронта о том, что те документы, по которым Вологодский завод попал в список на приватизацию, финансово не обоснованы. В течение года мы много работали на площадках и Министерства экономического развития, и Минсельхоза, разработали план развития этого завода. Но в конце года его снова выставляют на торги за ту же самую стоимость 1 миллиард рублей. Но чтобы понимать, что такое Вологодский завод, во-первых, это традиционный вкус настоящего вологодского масла. Вологодское масло сегодня – это единственный бренд, который принадлежит государству. Это динамично развивающееся предприятие. Это 500 человек сотрудников. На Вологодском заводе, молочном заводе, уровень заработной платы выше, чем в регионе среднее. Ни разу не было задержек заработной платы. В прошлом году это 3000 тонн сливочного масла. Сегодня показатели Вологодского завода по сравнению с показателем 2005 года выросли в 10 раз. Сегодня более 220 тонн молока принимает Вологодский завод и обрабатывает его. Но и самое главное – около 2,5 миллиардов рублей было вложено в модернизацию оборудования. И я была на этом предприятии, там нет ни одного ржавого гвоздя. В конце года поднялась общественность, собрали более 100 тысяч подписей в поддержку отмены приватизации этого уникального опытного завода. Подключились соседние регионы, подключились представители из других сельскохозяйственных предприятий и заводов. Проходили в Вологде неоднократно митинги. Но что мы видим сейчас? Да, торги снова отменили. Но сегодня Минэкономразвитие и другие предприимчивые люди выбрали другую форму – форму привлечения инвестиционного консультанта. Абсолютно непрозрачная форма, в результате которой мы не понимаем, за сколько будет продан этот завод, кому он будет продан и, самое главное, зачем такой продавать. Ведь уникальность этого завода в том, что молочный Вологодский завод работает в тесной связке с молочной сельскохозяйственной академией имени Верещагина. Той самой академией, которая уже более 100 лет выпускает высококлассных профессионалов молочной отрасли. Сегодня работодатели в очередь выстраиваются. На 100 выпускников молочной академии 114 заявок от работодателей. И у этих студентов есть уникальная возможность. Они с первого курса изучают не только теорию, но и проходят непосредственно практику на самом заводе. Владимир Владимирович, мы хотели к вам обратиться, попросить, вот дайте поручение такое, как вы умеете, чтобы наконец отстали от Вологодского завода. Потому что предприятие уже более 2,5 лет работает в состоянии постоянной проверки. Из продажи и приватизации такого завода мы можем потерять не только настоящий традиционный вкус вологодского масла, но и уникальную кузницу кадров. Спасибо. Мне сейчас не нужно, наверное, говорить о том, для чего вообще проводится приватизация. Это делается прежде всего для структурных изменений в экономике с целью повышения качества работы, эффективности работы тех или иных предприятий, либо отраслей производства, целых отраслей. Но, конечно, всё должно быть обосновано и, безусловно, должно проходить в нужный момент и по нужным ценам. Если вы говорите, что в оборудование было вложено сколько вы сказали? 2,5 миллиарда, а цена там в миллиард. Но я бы сейчас не стал никого здесь подозревать в каких-то кознях, потому что это, может быть, стартовая цена в миллиарды, и когда происходят торги, то она может улететь и в 5, и в 6, и в 7. А если она останется слишком низкой, то организатор торгов может торги приостановить. Но дело не в этом. Дело в том, что если это действительно такое предприятие, которое демонстрирует эффективную работу, то, конечно, возникают в этой связи вопросы, которые вы сейчас и сформулировали, и которые мне нет необходимости повторять. Счётная палата не определяет политику в сфере приватизации, это делает Министерство экономического развития, но, безусловно, Счётная палата работает очень квалифицированно, грамотно, и прежде чем принимать какие-то шаги в этой сфере, не грех посмотреть на результаты этой проверки. Я вам обещаю точно, что я это сделаю, обязательно поговорю, посмотрю эти результаты, и никакой спешки здесь точно не будет, а, может быть, и действительно правительство снимет это из своих планов перспективных, хотя бы на ближайшее время. Просто, понимаете, когда вопрос идёт о приватизации, и вы наверняка тоже это знаете, исхожу из того, что как-то часто было в 90-х годах, когда просто брали какое-то предприятие или булочное, мы открывали бог знает чего, а людям и за хлебом некуда сходить. Есть ведь определённые условия, связанные с приватизацией. Это касается и качества выпускаемой продукции, это касается трудового коллектива, это целый набор. Но и даже в этом случае, конечно, нужно внимательно смотреть, есть смысл в этом или нет. Так, как вы рассказываете, на мой взгляд, смысла нет. Но давайте внимательно ещё раз посмотрим. Хорошо? — Владимир Владимирович, оказывается, Республику Мариэл, и вас связывает одна история длиною в 10 лет. И я бы хотел, позволите представить слово Ольге Рябко. — Здравствуйте, Владимир Владимирович. Очень приятно с вами встретиться. Меня зовут Ольга Рябко, я живу в Республике Мариэл, посёлок Медведево. Когда-то давно, во время вашей второй линии общения со страной, я писала письмо от имени своей бабушки, у которой на тот момент были проблемы с гражданством, с начислением пенсии, с получением гражданства, с начислением пенсии. Я написала в прямой эфир, и проблема решилась буквально за несколько дней. И бабушка ещё много лет прожила, благополучно дожила до 100 лет, увидела правнуков. И вот сегодня я бы хотела от своей семьи, от себя, сказать вам большое спасибо за помощь и подарить вот такой сувенир, сделанный моими руками. Это обереговая кукла, которую я называю по имени моей бабушки Баба Катя. Это оберег хлебодарница на благополучие и достаток. — Спасибо. — Владимир Владимирович, мы на форуме обсуждали наиболее успешные инициативы и проекты, получившие общернародную поддержку. И вот у Александра Юдина из Башкирии есть вопрос к вам лично. Пожалуйста, Александр. — Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Александр Юдин. Я из Республики Башкортостан. Представляю общественное движение «Волонтёры Победы». Сам я из города Октябрьский. Являюсь правнаком участника Великой Отечественной войны. В прошлом году, в юбилейный год 70-летия Победы, я, как и миллионы наших граждан по всей стране, принимал участие в народном шествии бессмертного полка. Очень было приятно, что вы тоже лично приняли участие в данном шествии. И сегодня, когда мы очень часто слышим призывы пересмотреть нашу историю, принять роль Советского Союза и нашего народа в деле победы, я считаю то, что мы должны помнить каждый день и никогда не забывать героический подвиг наших предков, которые совершили в этом деле. Мы делаем проект один, и хоть делаем маленькое, но как нам считается важное дело, с вашего позволения я бы вам вручил итог этого проекта. Ну и ещё меня, как и миллионов граждан нашей страны, интересует один вопрос, даже два. Владимир Владимирович, шествие бессмертный полк России станет ли традиционной народной частью парадов победы в нашей стране, и примете ли вы участие в нём в этом году. Спасибо.